Ростовская область, хутор Александровский, трасса Новочеркасск-Оксай. Каждый июнь в полнолунии на дороге появляется призрак. Женщина в подвенечном платье стоит на обочине. Она настолько реальна, что водители начинают тормозить, пытаясь избежать ДТП. Местные жители рассказывают легенду о невесте, которая сбежала с собственной свадьбы. Так как это был позор для казаков, ее убили и похоронили на обочине почтового аттракта. С тех пор каждый год призрак проходит путь от места убийства до могилы и медленно растворяется в воздухе. Возможно, эта неупокоенная душа пытается найти виновника в своей смерти. Вот это массивное зеркало в квартире Ирины Франк стало деформироваться само по себе. Гнется не только дубовая рама, но и зеркальная поверхность шкафа. Оно принимало полукруглое состояние с начала февраля. Месяц назад стало выгибаться и второе зеркало, а оно начало снизу выгибаться. Первое зеркало выгибается по вертикали, второе зеркало выгибается по горизонтали. Странная деформация зеркала связана с воздействием энергетических полей, которые сходятся в этой комнате. Ирина уверяет, здесь открылся портал в параллельные миры. Происходит прямое попадание времени на пространство. И оно сворачивает пространство во времени. Это центр. Он распределяется по кругу до 100 метров вокруг этой точки. В зоне действия портала меняются физические свойства предметов. Вот уже 4 месяца Ирина наблюдает у себя дома настоящие чудеса. Предметы появляются прямо из воздуха. В этой точке происходила материализация. На инстатуэтке Будды материализовалась золотая стружка. Материзовался хлеб. Материзовался виноград. Были звуковые каналы, где можно было послушать информацию, которую там хотели передать. Оказалось, что по ту сторону портала находятся пришельцы, разумные сущности с Луной. Ты не видишь, как они приходят, но ты видишь, как они уходят. Они все уходили искрой. Жители Луны были очень похожи на людей. Они были одеты в коричневых длинных плащах. Их было 6. Пятеро из них не разговаривали. Один из них был старший. У него голова была алмазная, просвечивающая. И в нем было видно, из чего она состоит. Лунные гости появлялись в полнолуние. Они объяснили Ирине, что с помощью портала можно не только путешествовать в параллельные миры, например, на Луну, но и узнавать будущее. Женщина до сих пор уверена, что общается с инопланетянами. Скорее всего, это просто выход сознания человека за пределы вот этого зримого, ощутимого нашими органами чувств мира в какую-то другую запредельность, и с которой мы можем черпать разные потоки информации. Галина Соколова из города Сочи столкнулась с подобной ситуацией несколько лет назад. В ее квартире тоже открылся портал в иные миры. По ночам в квартире скрипели половицы, были слышны странные шаги. В ту роковую ночь женщина проснулась от шума. Это картина с изображением костра. И вместе, причем с гвоздем, она вот вылетела просто с шумом на середину комнаты. Гвоздь погнулся, причем он был изогнут. В ту же секунду со стола упала стопка книг. Галина включила свет и оглянулась. В зеркале мелькнула тень. Когда посмотрела в зеркало, то увидела, что там. Из зеркала что-то светоносное тоже вышло. Вот. Ну, как-то и растворилось. Какой-то сгусток тоже. Галина считает, что это были сущности из астрального мира. Возможно, чья-то неупокоенная душа. Какое-то искривление пространства происходит. И при этом искривлении как-то возникает соединение какое-то. Когда легче проникновение происходит человека, ну, в другое измерение, будем так говорить. В северных легендах существует мифическое дерево Игдрасель, которое состоит из девяти сфер или параллельных миров. В одном живут люди, в другом – души умерших, а в остальных – разные мифические существа. Это существа из астрального мира, которые иногда внедряются в наш мир. Вот. И тревожат нас с какой-то целью. Бывает, что явления такие происходят, когда в доме кто-то умер. И еще не старый. Ну, как не дожив свой век человек. Души умерших не исчезают, а переходят в единое информационное поле Земли. Оттуда через порталы они могут проникать в наш мир, чтобы напомнить о себе. Это заброшенное лютеранское кладбище в Санкт-Петербурге стало местом паломничества неформалов. Здесь любят гулять и даже устраивают фотосессии. Питерские студентки Ася и Оля в ноябре 2008-го шли по центральной аллее кладбища. Мы шли с той стороны, вот с другого входа кладбища, шли в сторону главного входа. Это было зимой, лет, наверное, пять назад или года четыре. Ну, вот где-то вот в этом перемежутке. То есть она такая, ну, бесснежная была, все было вот черное как бы абсолютно. Да, очень хорошо все просматривалось. И, собственно, мы увидели тень какой-то, ну, не было ни лица, не было ничего, не было ни рук, не видно. То есть темный силуэт. Ну, так как силуэт был очень такой сгорбленный, мы подумали, что это может там бабушка. Старушка вышла на середину аллеи, посмотрела на девушек долгим взглядом и растворилась в воздухе. Сначала мы подумали, что может там женщине плохо стало, да, мы вот побежали посмотреть, а никого и нету. Ни дружки, ни силуэта. Одни надгробия, кресты, и человек просто испарился. И самое, что забавно, почему мы обратили на этот случай внимание, то есть странные ощущения у нас появились. Очень, да, закружилась голова. Это как при давлении. То есть какая-то тошнота, какие-то крыло выгружения, то есть что-то такое. Вскоре страшная история забылась, и девушки решили устроить на кладбище фотосессию. В тот день подруги долго ходили по кладбищу, выбирая место, где можно сфотографироваться. Они не замечали, как над ними сгущаются тучи. Мы стояли между колонн, я была к одной колонне прислонялась, а затем к другой. А потом на этой фотографии, как раз по краю моего платья, снизу, какие-то как, даже не знаю, сгустки чего-то странного. Ни одна фотография, сделанная на кладбище, не получилась. На портретах Ася отчетливо видны голубоватые пятна, напоминающие человеческую фигуру. Ася фотографировалась на старой могиле, долго выбирала красивый саркофаг. Вот второе место как раз, где на фотографии проявились непонятные сущности. Вот как раз я сидела на втором надгробии с гербом. И именно там, около моего лица, непонятные вещи стали происходить. Девушки уверены, это души людей, похороненных на старом кладбище. Они испортили фотосессию неспроста. Последнее время это кладбище стали использовать как место для экзотических прогулок. Вариант напрашивается один, что какие-то, ну, может быть, неупокойные души, что-то такое. Это души, которые были недовольны тем, что мы проводим здесь фотосессию и мешаем их покою. Души умерших могут проникать в наш мир и общаться с живыми. Таких случаев сотни. Как правило, на связь выходят неупокоенные души. Именно их называют призраками или привидениями. История человеческих жизней, она оставляет след. И то, что называют люди призраками, это фактически следы. Кто-то скажет фантомы, кто-то скажет проявления. Каких-то других, нам неведомых пока, субстанций. В подземельях краеведческого музея города Аксай бродит призрак белой дамы. Призрак появляется в одном и том же месте, утверждает хранитель музейных фондов Вячеслав Запорожцев. В июне 2000 года он подменял сторожей и остался в музее на ночь. Вечером пошел осматривать территорию и заметил, что в подвале горит свет. Вернулся обратно, отомкнул подвал. Выключатель находился в положении выключено. Решил, что замкнула электропроводка. Вячеслав решил проверить проводку в подвале. Он обошел всю музейную территорию по кругу и не заметил никаких неполадок. Спускаясь с лестницы, в районе лаза, который был прокопан во время Великой Отечественной войны, увидел полупрозрачную дымку в виде женщины с длинным до пола платье. Видел я его всего 3-4 секунды. Затем призрак прошел сквозь стену. Вячеслав решил, что ему померещилось. Но спустя год вновь встретил белую даму в подвале музея на том же самом месте. Вот точка появления привидения, а это стена, в которой она исчезает. Вот диаметр, где-то сантиметров 40, место появления. Во время реставрации подвала инженеры обнаружили, что под основными тоннелями таможенной заставы находится еще один ярус. Вячеслав поднял архивные документы и разгадал тайну белой дамы. После закрытия таможни в середине 18 века все помещения были отданы донским дворянам для хозяйственных нужд. То ли дочь, то ли жена, смотревая помещение, случайно задело устройство, которое закрывает проход на первый ярус. И так как это не дверь, а каменная плита, судя по всему, она опустилась прямо на нее. Останки погибшей женщины до сих пор находятся на этом месте. Судя по всему, ее неупокоенная душа бродит по подземелью до сих пор. Эмоционная сущность отделяется. Можем говорить, что душа отделяется. Это все терминология. Для нас важно, что активность продолжается после смерти. То есть понятно, что это уже не живой организм, это нечто другое. Значит, души могут существовать отдельно от тела и, возможно, появляются в виде бесплотных субстанций. К такому выводу пришли медики из Санкт-Петербурга после проведения беспрецедентного эксперимента. Известно, что живой организм обладает энергетикой, которую можно измерить с помощью метода газоразрядной визуализации. Ее называют биополем или аурой. В эксперименте, который проводился на базе одной из больниц Санкт-Петербурга, участвовала целая бригада медиков. В течение нескольких месяцев они проводили замеры биополя всех поступавших в морг. То есть мы мерили каждый час. И выяснилось, что эта динамика, она действительно очень интересна. Она имеет свои пики. Вверх-вниз. И вот эти пики в основном возникают по ночам. То есть ночью идет подъем активности, днем идет спад активности. Во-вторых, было обнаружено, что эта динамика зависит от характера смерти. То есть при спокойной смерти, естественной, нормальной, спокойной, она достаточно быстро спадает, 3-4 дня, и, в общем, тут все прекращается. Но была группа умерших, которая поставила исследователей в тупик. Энергетическая активность у них не останавливалась в течение всего эксперимента. Более того, лаборанты признавались, что в момент проведения измерений они чувствовали рядом чье-то присутствие. Это может быть убийство, это может быть самоубийство, это удушение, это какие-то тоже происшествия, но когда человек умирает, медленно понимая, что жизнь у него прекратилась, прекращается, вот осталось ему совсем немножко, он мучается от этого, страдает. Возможно, именно их и называют неупокоенными душами. Именно они обречены после смерти скитаться по земле и появляться на месте своей гибели. Как это началось, Татьяна не помнит. Пустая больничная палата, кровать, стул, закрытая дверь и длинный-длинный разговор с ангелом. Я почему-то в тот момент вспомнила слова своей бабушки, когда я была маленькой, она мне рассказывала какие-то истории, она говорила, что если человек попадает в тот мир, вернуться оттуда нельзя. Но она вернулась. Когда очнулась, вновь почувствовала боль, страх и безнадежность. Врачи не давали ей шансов. То есть, вы знаете, когда вы отлежите руку, да, вот вы ее вытягиваете, и по ней бегут такие вот колики. У меня вот так вот кололо все тело, от головы до ног. И вот тогда мне стало страшно. То есть, я поняла, что все это правда, что я действительно сейчас была там, и что теперь я оказалась внизу на своей собственной кровати с полным диагнозом рако-лимфатической системы. Я понимала, что у меня метастазы, я понимала, что врачи практически ничего не могут сделать. Она пыталась вспомнить, что произошло. Обрывочные воспоминания складывались в целостную картину. Татьяна поняла, это была клиническая смерть. Я не видела коридоров, по которым есть у людей опыт, да, то есть они летят по какому-то коридору, навстречу какому-то свету. Нет. У меня этого ничего не было. Ни коридоров, ни света, ничего. Просто в какой-то момент я поняла, что я нахожусь не на кровати, я вижу себя сверху. Это состояние называют выходом из тела или астральным путешествием. В этот момент человек оставляет свое физическое тело и попадает в иной мир. Там он может пообщаться с ангелами, богом, ушедшими родственниками. Татьяна помнит пустую комнату, освещенную холодным белым светом. Помнит себя, сидящую на кровати. Абсолютно не могла понять, что со мной происходит. Потом открылась дверь и зашел человек. И я начала говорить. Я не знаю почему. У меня страха не было. У меня не было никакого такого смущения, смятения. Абсолютно спокойно. Я начала говорить. Я начала говорить абсолютно то, что мне казалось правильным на тот момент в моей жизни. Без всякой задней мысли. Но вот тут что-то болело. И, вы знаете, меня оттуда отпустили. Несколько лет Татьяна мужественно боролась. Делала химиотерапию, лечилась таблетками. Но болезнь неумолимо прогрессировала. На следующий день мы поехали в клинику. Мы сделали снимок. У меня нет метастаз. Они куда-то исчезли. Врач дважды переделывал снимок, потому что в срок недели было невозможно... Это было невозможно никуда деть. Исчезли все симптомы неизлечимой болезни. Это казалось чудом. И вот так вот раз в одночасье за одну ночь путешествия куда-то все исчезло. Объяснить это... Я не могу это объяснить. Татьяна уверена, что на том свете ее избавили от рака и дали второй шанс. Она до сих пор о многом не хочет рассказывать, говорит слишком личное. Не люблю это называть клинической смертью. Для меня это какое-то такое... Некое путешествие в какую-то другую страну. Страну, которая не существует здесь на Земле. Она существует в параллельном мире. Тот свет, параллельный мир, царство мертвых. Там смешано прошлое и будущее. Там обитают ангелы и демоны. Для шаманов это мир духов. Их так воспитывают детство. Деды, отцы. Так и называют это мир духов. В шаманских практиках существует множество ритуалов, позволяющих побывать в запредельных мирах. Как правило, туда отправляются за исцелением. Но главной остается церемония Айяуаски. Индейцы Южной Америки верят, что она может освобождать душу от телесных оков, позволяя ей свободно странствовать и общаться с предками. Во время археологических раскопок на побережье современного Эквадора были обнаружены так называемые колдовские котлы, служившие для приготовления магического напитка Айяуасхи. Их возраст около трех с половиной тысяч лет. Название священного растения можно перевести как «лоза смерти» или «лиана души». Существует много сортов самой Айяуасхи. Это лиана, лоза. То есть паразитирующие растения достигает размеров. Это вот маленькая ветка. Бывает объем вот такая. Такая вьющаяся. Она обвивается вокруг себя, достигает довольно большой высоты. Для использования рубятся высокие ветки. Вот примерно такого диаметра. Потому что их удобно готовить. Вот это вот рубится. Вот такая вот охапка, рязанка. Дров и Купасхи вдолбится молотком, кладется в чан и выпаривается. Яков Дорошкин несколько лет назад участвовал в этом ритуале. Говорит, что церемонию проводят шаманы Курандерос. Они провожают человека в мир духов и помогают ему вернуться обратно. Главная задача ритуала Айяуасхи – открыть дверь в иные миры. Именно там человек обретает сверхспособности. Он может левитировать, заглядывать в будущее и отыскивать утерянные сокровища. Принимать участие в событиях, которые происходят далеко от него. Айяуасха – это реально путь в другой мир. Как это делать правильно, чтобы увидеть реально существующие иные миры. Те, которые реально существуют, но мы не имеем контакта с ними, будучи в обычном состоянии расположения духа в своем нынешнем состоянии. Для этого нужно обращаться к настоящим шаманам, к профессионалам, к потомственным людям. Тем, кому это учение пришло от отцов, дедов и так далее. Прошедшие ритуал рассказывают, что видят огромного змея – духа Айяуасхи, который отвечает на самые главные вопросы. А затем начинается долгий полет к свету. Мне это первый раз привиделось. В бушующем Черном море был маяк с лучиком света. И мне было так плохо, меня вот-вот вырвет. Но я увижу свет и держу его в своей голове и не отпускаю. И все уходит. Никакой тошноты, никакого страха. Я держу свет в себе, смотрю на него, не отрывая взгляда от него. И я понимаю, что вот, вот что спасает. Люди религиозные видят в этом Бога, рассказывают, что видели, встречались с Богом. Там с персонажами религиозными встречались. После общения с божественным светом человек навсегда становится другим. Зачастую он исцеляется от разных болезней. Были случаи, когда после церемонии Айяуасхи даже героиновые наркоманы избавлялись от наркотической зависимости. Если же человек на самом деле принимает искренне светлую сторону, которую он и так всегда знал, вот если он принимает, то все идет хорошо, даже плохое. Да, происходит что-то плохое, неизбежно, потому что жизнь так устроена. Но все равно это ведет его к его правильной светлой цели. Этот мистический опыт можно сравнить с клинической смертью. Вячеслав Климов пережил ее в 16 лет. После автокатастрофы 80% его тела были обожжены. Врачи не надеялись, что юноша выживет. После очередной операции по пересадке кожи Вячеслав очнулся не сразу. 4 минуты он находился по ту сторону жизни. Я помню, это как будто бы я выпал просто вот сквозь постель вниз. Мое сознание выпало из тела. И я полетел на какой-то огромной скорости вот по этому темному пространству. Впереди он увидел две темные фигуры, то ли духи, то ли ангелы. На них были длинные одежды, а в руках светящиеся трубы. Труб раздавался низкий-низкий, глубо. Я даже вот такой в жизни не слышал. Вот пространство начинало вот морщиниться, как будто вот размываться. Я начал ощущать, что вот мои ощущения, меня самого, он как бы начинает с ног растворяться. В этот момент Вячеслав понял, где он находится и испугался. Его тело исчезло. Он растворялся в черной пустоте. И вдруг впереди забрежил свет. Возникло вот сильное желание вернуться. Это сложно объяснить словами. Вот там целый комплекс впечатлений, ощущений, которые невоспроизводимы. И вот когда вот это вот желание возникло вернуться, вот это движение прекратилось. А потом Вячеслав начал двигаться к свету. Он пролетал мимо трубящих ангелов, но в этот раз они не разрушали его тело, а восстанавливали. Вот под действием этих труб мое тело начинало, вот это ощущение меня, оно начинало нарастать. То есть меня как будто вылепливали заново. После возвращения с того света Вячеслав стал более замкнутым и сосредоточенным. Увлекся астрономией и психологией. Но это лишь на первый взгляд. На самом деле у него появились странные способности рассказать, о которых в свое время было некому. Стали проявляться ощущения, что я не мысли читаю людей, а вот их ненамерение начинаю видеть. Причем это в виде картин было или в виде ощущений. И вот это вот начало нарастать. Первое время с этим тяжеловато было жить, потому что это какой-то новый комплекс ощущений, новое чувство как будто в человеке рождается. Вячеслав считает, что этот подарок он получил от божественного света. Кто это был? Бог? Природа? Провидение? Мы сейчас с вами понимаем, что природа вся вокруг нас, разумная и живая. И что люди не исчезают, ну совсем. И Ломоносов был прав, когда он говорил, ничего не исчезает. И поэтому, если здесь человек ушел, в какой-то канал он улетел, ну уже вылетел куда-то. Раз он вылетел, значит, что это все осталось. Журналист из Санкт-Петербурга Татьяна Сырченко уверена, во время молитвы именно на тот свет мы обращаемся за помощью и получаем ее. Во время ежегодных автопробегов сотрудники газеты всегда проводят небольшой ритуал. Александр Невский, покровитель Петербурга, святой, можно к нему обращаться, и он обязательно поможет. И вот, например, мы в редакции участвуем в автопробеге по его местам и просим его каждый раз, чтобы он помог нам, чтобы погода была достойная, допустим, памяти вот этих вещей. Это очень важно. И это происходит. В конечной точке автопробега на Чудском озере во время этих мероприятий ни разу не было дождя. Все как просили. Но самое удивительное, что в небе над озером всегда появлялись странные фантомные объекты. Какие-то черные фигуры, объемные, антропоморфные, которые начинают двигаться по небу, и белые фигуры начинают на небе проявляться, и вступать в какие-то взаимодействия, рассеяния, просто баталии можно смотреть на небеса. Татьяна предполагает, что этот феномен можно объяснить. Перед нами разумная оболочка Земли, которая не только реагирует на мысли человека, но и общается с ней. Эти фигуры, которые мы излучаем из памяти своей, они читаются окружающей средой, и она начинает колебаться. А если сотрясается среда, то значит здесь молекулы воды, которые есть, они начинают собираться и образовывать подобную форму в небе. Мы живем в мире всевозможных энергий. Рентгеновские лучи, инфракрасное излучение, ультразвуки, магнитные и гравитационные поля перечислять можно бесконечно. Человек тоже изучает энергии – психическую, электрическую, тепловую. На обычной энцефалограмме видно, как меняется электрическая активность мозга в зависимости от эмоционального состояния человека. Многие виды излучений измерению пока не подлежат. Например, мысли и эмоции могут проявлять себя опосредованно в виде фантомов, миражей и призраков. Он же тоже не случайно облаками нарисовал небесные шамбан. Это значит, она проявила что-то невидимое на земле, но то, что фонит, можно так сказать, форму вот этого прекрасного дворцов этой шамбана. Если оно начнет трястись, колебаться, вибрировать, то окружающая среда начнет повторять форму. В 20 веке появилось предположение, что Землю окружает живая мыслящая оболочка. Энергоинформационное поле или Вселенский разум. В нем мысли, чувства и знания людей, когда-либо существовавших на Земле. Тибетская концепция называется это Атман. Атман. То есть высшее какое-то существо, высшая материя, которая находится над нами, руководит нами и контролирует нас. Существует ли Вселенский разум на самом деле? И с помощью каких технологий его можно обнаружить? Согласно одной из теорий, Землю окружает несколько информационных полей, в которых хранится прошлое, настоящее и будущее. Эти слои похожи на библиотеки. Если вы не нашли информацию на нижнем плане, можно подниматься выше и выше, пока не достигнете абсолюта. Последние исследования в области квантовой механики подтвердили существование единого информационного поля планеты и возможность получать из него данные. То есть информация может находиться в неком отдельном измерении во Вселенной. И сознание человека может также контактировать с вот этим информационным слоем и настраиваясь подключаться к любому блоку информации. Виктор Востоков несколько лет назад побывал в ином измерении. Он видел Шамбалу своими глазами. В то время Виктор путешествовал по тибетским монастырям, собирая тайные знания древних. Один раз я шел высоко в горах, на высоте 4000 метров, уже был такой очень сильно разряженный воздух, и трудно было дышать. И вдруг я на большом камне увидел монаха, черного монаха. Виктор слышал о существовании черных монахов. Эти таинственные отшельники живут высоко в горах и никогда не спускаются к людям. Говорили, что они охраняют дорогу в Шамбалу и очень опасны. А я поставил защиту, поставил защиту перед собой раз. Вот, меня в монастырях научили ставить защиту, экран такой поставил. Он на меня посмотрел, раз, не подействовал. Второй раз посмотрел, не подействовал. Третий раз посмотрел, не подействовал. Потом махнул рукой, сделал сальто и приземлился так, мягко, рядом со мной. Виктор вспоминает, дальнейшее общение с черным монахом происходило телепатически. Монах смотрел ему прямо в глаза, и Виктор слышал в голове голос. Монах предложил Виктору следовать за ним. И мы шли по тропе, причем такая тропа, ровно-ровно. Подходим, такой большой, огромный валун и огромная такая дверь, как такого черного-черного металла. Вот, он подошел к двери, рукой вот так подействовал. Раз вышла ручка, он рукой открывает эту дверь. Вот, и раз, исчез в этой двери. Виктор не сразу решился последовать за монахом. Он прекрасно понимал, это может быть ловушкой. Я попадал в такие места, когда, в общем, оказываешься в другом мире, в другом измерении совершенно, понимаете. Можно оттуда вообще не выйти, никогда не вернуться. За таинственной дверью находилась шестигранная пещера, в которой неподвижно сидели в позе лотоса шесть великанов. Они находились в состоянии самадхи, на грани между жизнью и смертью. Примерно два с половиной, три с половиной, три метра, такие, в общем-то, до пояс голые. И два монаха с какими-то губками или какими-то мочалками, значит, ведро воды, и обтирали их, как-то совершали омобение. Существует гипотеза, что в подземных пещерах Шамбала обитают представители древних цивилизаций – атланты, лемурийцы, гиперборейцы. Это золотой генофонд человечества. После всемирной катастрофы эти гиганты выйдут на поверхность Земли, чтобы дать жизнь новой человеческой цивилизации и передать утерянные знания. Виктор уверен, что в этой загадочной пещере находились атланты. Сидят в самадхи, в медитативной позе, атланты, жрецы Атлантиды. Атлантида погибла, а жрецы остались. Это были жрецы Атлантиды, которым пять тысяч лет. Вот они там находятся, в этой пещере, и ждут своего часа. Виктора словно парализовало, он не мог пошевелиться. Помнит, что стоял и наблюдал за обрядом омовения, и понимал, что прикоснулся к какой-то страшной тайне. У них такая энергетика, у атлантов, они же могут зависать в пространстве, левитировать и так далее. Такая энергетика, что я не мог шаг сделать ни вправо, ни влево. И я отчаянно думал, что же мне сделать. А потом я рассмеялся, тело моё расслабилось, и я вышел обратно в дверь. На камне не осталось никаких следов, словно таинственного входа в Шамбалу не существует. Легендарная северная страна Гиперборея, загадочная страна Шамбала. Оказывается, они существуют на Земле и сегодня. Только находятся в иных измерениях. Поэтому и попасть туда можно только через пространственно-временные порталы. О таких местах складывают мифы. Например, в Якутии есть легенда об огненном демоне, который раз в сто лет появляется из-под земли и уничтожает всё живое. Обитает демон недалеко от посёлка Алгуйдах, где под землёй находятся таинственные сооружения, огромные котлы, построенные какой-то древней или даже инопланетной цивилизацией. Исследователи, заинтересовавшись этим явлением, отправились в Якутию. Вот местных жителей стали нам рассказывать странные байки. Ну, например, о том, что вот в какое-то место в районе Алгуйдаха охотники перестали ездить, потому что у них два раза какая-то сила подбрасывала в воздух палатку. Причём один раз вместе с человеком. Широкая и тихая, на первый взгляд, река Вилюй заслужила плохую репутацию. Количество аномальных явлений, которые происходят вокруг, поражает воображение. Ощущения там действительно были странные. Ну, то есть, ощущение чего-то чужого. То есть, присутствие какого-то чего-то чужого. С различными аномалиями местные жители сталкивались не раз. Несколько лет назад на левом берегу Вилюя мальчишки видели странные фигуры. Рассказывая, что там чудеса творятся. По ихнему чудеса были, находясь на правом берегу реки, они себя увидели в своё отражение или что-то похожее на них. Местные жители старались обходить проклятое место стороной. Его даже назвали Долина Смерти. До сих пор люди в этой части посёлка болеют и умирают в два раза чаще. Ну да, ну ещё когда ставили ГЭС, люди жили на том берегу. И шаманы, вот одна женщина с той плохой, считается шаманом, она говорила, что когда-то давно все вот эти проклятия, я не понимаю, что именно, но что-то отправлялось именно в то место, которое сейчас называется Долина Смерти, это нижняя часть посёлка. И что поэтому там много умирают людей. Вот, что место называется по мировоззрениям шаманов мёртвых. Житель Алгуйдаха Александр Павлов рассказал исследователям невероятную историю. Плыли по реке, в общем-то, довольно-таки тихо вокруг всё. А вдруг, значит, как бы начал звучать такой звук низкочастотный. Изначально-то подумали, что сахаты. Ну, дело в том, что он продолжался периодически, значит, четыре раза подряд, потом промежуток где-то минут через пять, наверное. Вот, ещё раз, пятый. И так длилось, ну, порядка десяти километров, пока мы сплавлялись. Это было похоже на азбуку Морзе. Словно кто-то передавал закодированное сообщение. А спустя полчаса над рекой появился НЛО. Вспыхивая вспышка, шар яркий, оранжевый. И от него, значит, полоса света горизонтальная. Ну, где-то метров тридцать, наверное, вот так вот. Александр признался, стало жутковато. Они решили остановиться и выйти на берег. Подходим к берегу, на той стороне стоит человек. Ну, как, ну, человек, по-другому я сказать не могу, потому что руки, ноги, голова. Этот человек, значит, он как бы полуобернулся, вот, ну, лицом. Полуоборот сделал назад. Вот, и буквально на мгновение он... Ну, полетел... Переместился. Переместился за деревья. Там расстояние метров тридцать он пролетел, буквально мгновение проскочил. Можно предположить, что какая-то геофизическая энергия, проникая из недр, воздействует на сознание. Может быть, и недра проявляют себя таким образом, что и возникают вот эти светящиеся шары и измененное состояние сознания человека. В этом районе действительно находятся уникальные геологические неоднородности. Они не похожи на классические разломы. Земля под Алгуйдахом буквально изрезана микротрещинами, внутри которых находится лед. Это и есть легендарные котлы Алгуйдаха. Такая округлая форма могла образоваться на пересечении трещин возникших среди туфов. И, значит, соответственно, здесь возникли вот такие вот... И, конечно же, если они превышали там по высоте 3-5 метров, и при этом диаметр был относительно небольшой, значит, все это можно было принять за какие-то котлы. Один из таких котлов удалось обнаружить в 80 километрах от поселка Алгуйдах. Сначала с вертолета исследователи увидели цепь холмов, а затем через глухую тайгу добрались до странной воронки. Ну вот мы, наконец, нашли странную круглую воронку. С воздуха она выглядит идеально круглой. А здесь видно, что ее берега из камня, что это какой-то эрозированный минерал, похожий на магнетит, судя по цвету. И что она в какой-то момент, наверное, так сказать, или провалилась, или эрозировала, трудно понять. Но она явно естественного происхождения, а не искусственного. Может быть, это и есть тот самый котел. Но как образовалась столь ровная поверхность? И почему грани этого сооружения четко ориентированы по сторонам света? Участники экспедиции делают осторожные выводы. Если действительно там могли сохраниться артефакты прошлых цивилизаций, таких как котлы, может быть, там сохранилось нечто другое, которое влияет на сознание человека, изменяет его. Ведь именно в этом районе группа исследователей столкнулась с необъяснимым явлением. Вертолет заходил на посадку. Был яркий солнечный день. Вдруг пилот заметил в небе необычный объект. Ну, вот этот вот светящийся шарик увидел мой товарищ, который как раз пилотировал вертолет, Сергей Ананов. Он говорит, вот-вот, смотри, какой-то светящийся шарик, как электросварка, такой яркий, пролетел в поле зрения. Это был плазмоид, считает исследователь якутских котлов Юрий Михайловский. Именно здесь, около реки Алгуйдах, миллионы лет назад появился портал в параллельный мир. Наше бесконечное пространство не единственное в своем роде, а всего лишь одно из бестисленных, неотязаемых пространств, населенных, как и наши, человеческими цивилизациями, в которые проникают на кораблях, использующих нулевой переход. Возможно, в якутских легендах описаны реальные сооружения. Их построили на заре существования планеты древней цивилизации. Скорее всего, это были атланты. Это якутская долина смерти. Там пришельцы, которые были названы аталанами, там заумировали гигантское вертикальное сооружение в жерле полевулкана. Оно способно уничтожить планету, например. Запросто притом. Это так называемый виброцивой ствол, который сейчас находится как раз в дальней смерти, на большой глубине. Как удалось выяснить, котлы предназначались для защиты Земли от метеоритов и астероидов, но гигантский механизм так и не был запущен. Ну, потом, значит, получился какой-то конфликт космический. По земле был нанесен удар. Установка была повреждена. И вот с тех пор стала выдавать плазмоиды. Раз в 450 лет из недра Земли вылетает гигантский плазмоид. Одним из них и был Тунгусский метеорит. Следующий удар таинственной установки по расчетам исследователя произойдет в 2300 году. Туннели между мирами образуются в зонах, которые мы называем аномальными. Люди обходят их стороной, давая устрашающие названия Чертово Логово, Проклятая Поляна, Бесово Городище. Однако самая загадочная аномальная зона средней полосы носит вполне безобидное имя Зеленый остров. Над ним часто видят НЛО. Смотрю. Пять точек появляется. С северо-восточной стороны. Ну, думаю, эскадрилья, что ли. Но я увидел, был удивлен, что они резко изменили траекторию на 90 градусов. Но они были небольшой формы, они были в диаметре не больше 20 сантиметров, на высоте метров 20-25. Их находилось три штуки. И при этом почему-то они вначале висели, это объекты. Потом они хаотично немножко поперемещались, а потом просто вот так растворились в воздухе. Это место давно вызывает интерес спецслужб. И не только российских. Во время Великой Отечественной войны за Зеленый остров шли ожесточенные бои. Наши во время войны, имеется в виду Россия, НКВД, отряд НКВД защищали Зеленый остров. Защищали очень самоотверженно. Практически все здесь погибли. Говорят, на острове находилась секретная лаборатория, которая занималась изучением аномальных явлений. Место было выбрано не случайно. Над островом потерпел крушение инопланетный корабль. Здесь когда-то упал инопланетный объект. Когда-то очень давно. И поэтому этим заинтересовалось в свое время Сдержинский и НКВД. И после падения объектов, возможно, здесь были очень серьезные изучения и с созданием в том числе этой самой лаборатории. Уфологи несколько раз отправлялись на остров, чтобы найти обломки летающей тарелки. Но так ничего и не обнаружили. Зато стало понятно, что происходит здесь на самом деле. Зеленый остров находится в аномальной зоне, которая позволяет перемещаться в параллельные миры. Человек, находящийся в этой аномалии, испытывает галлюциогенные эффекты. То есть этот человек начинает видеть разные миры. У него ни с того ни с сего. Он начинает смотреть на тебя совсем другими глазами. Вот такой процесс галлюцинации. Хотя вокруг растительницы, галлюциогенной травы, ее нет. То есть там простые обугленные деревья, но человек, находящийся больше 40 минут в этом месте, вдруг начинает испытывать вот такие галлюцинации, которые характерны для человека. Один видел там даже в какой-то степени других инопланетян. Но стоило ему выйти с этой аномальной зоны, как вдруг резко он приходил в состояние, в течение пяти минут, в себя. Обугленные деревья, выжженная трава и странный вязкий воздух. В центр такой зоны зайти могут не все. У них появились такие, как искажения непонятные. И вот они чувствовали, что они, возможно, могут, как они говорили, перейти даже в другой мир. То есть у них создавалось такое чувство, и они видели этот мир, что они могут перейти даже в этот мир. Точно такие же эффекты испытала Алла Герман в другой аномальной зоне, расположенной за тысячу километров от этого места. Были моменты, когда мы подходили к некоторым местам, и мы понимали, что мы пройти туда не можем. Нечто было, какая-то как будто невидимая, завеса пространства плотной, и мы через это пройти не можем. Зона Х в Псковской области имеет плохую репутацию. Здесь тоже приземляются НЛО. Они оставляют на траве вполне осязаемые следы. Шар всел над полем, которое было напротив. И мы пошли на поле. Первое, что мы увидели, это необычные круги в виде лабиринта. Мы это сфотографировали. Более потом, потом, потом на фотографии проявилась некая, ну, как будто дымка, как мы... Хотя вот нечто, что-то такое там, как будто дымка. Алла наблюдала светящийся шар всю ночь, но ей так и не удалось его сфотографировать. Каждый раз, когда она брала в руки фотоаппарат, сознание отключалось. Значит, такое ощущение было, что в середине лба, как будто рукой так взяли, сделали, бум, и я опять провалилась. Через какое-то время опять мощный внутренний толчок. Я просыпаюсь. При этом я думаю, опять висит шар на том же месте. Я все соображаю. Фотоаппарат лежит рядом. Сфотографировать не могу. А наутро, обследуя следы, оставленные шаром, Алла увидела портал и то, что находилось за ним. Странных существ, необычный пейзаж и неземные строения. Вот если объяснить так, вот прозрачные существа в виде вот цвета облака, да, вот дымки, вот нечто такое. Одни из них были нашего с вами роста, так скажем, чуть-чуть ниже, другие высокие, метра два, может быть, вот так. Более того, я даже видела жест, когда они показывали таким образом руку, что не надо. С одной стороны, он означает, что мы готовы к сотрудничеству, а с другой стороны, что пока не надо. И тем не менее, Алла стала наблюдать за жизнью в потустороннем мире. Она вычислила, когда открывается портал. Сначала появляются знаки на небе. Вот такой крест означает, что портал в зоне Х открыт. Определённые дни. А есть, когда открывается, ну, как мы говорим, пространство, портал, что ли, да, когда знаки более ярко выраженные. Тогда они в эти моменты передают, как мы говорим, информационное поле, можно назвать, да, или некая информация сильная идёт. Информационное поле Земли хранит прошлое, настоящее и будущее. И воспользоваться этой гигантской базой данных может каждый. Ведь вселенский разум разговаривает с нами на языке знаков, образов и символов. О чём же он предупреждает человечество сегодня? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok